В эфире Амурского областного новости в студии Вегения Макитрюк. Здравствуйте! Коротко о главных темах дня. Стабильный рост. В Амурской области коронавирусом ежедневно заражается более 260 человек. Тянут со сроками. Более тысячи многодетных семей в регионе не получили положенные им земельные участки. Начались проверки. В Магдагачах снова перемерз водопровод. Организован подвоз воды. Представили Амурскую область в Грозном и Ханты-Мансийске. О самых ярких проектах в области культуры рассказали на пресс-конференции в региональном правительстве. Необычные соревнования. Житель Благовещенска вместе со своими питомцами аляскинскими маламутами проедут через национальные села, которые находятся между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. За минувшую неделю в Амурской области COVID-19 заразились более 1800 человек. Суточные показатели пока неутешительные. Ежедневно не меньше 260 инфицированных. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали почти 49,5 тысяч случаев заболевания. На территории Преамурья продолжают функционировать 9 инфекционных и 6 провизорных госпиталей на 2350 коек. Свободный коечный фонд составляет 18%. На лечении в медицинских организациях находятся 8 тысяч пациентов. Из них более тысячи детей. На аппарате ВЛ находятся 16 пациентов, еще 49 в реанимации. Как сообщает сайт stopcoronavirus.rf, за весь период пандемии в регионе от коронавируса скончались 565 амурча. Более тысячи многодетных семей в Амурской области не получили положенные по закону земельный участок под строительство жилья конкретные случаи и причины нарушения прав граждан с органами местного самоуправления обсудили в региональной прокуратуре. С проблемой непредоставления положенного на дело в надзорное ведомство обратилась жительница Благовещенска. Проверка показала, что семья состоит на учете с 2015 года и только в 2021 ей впервые предложили земельный сертификат, а также на выбор три участка, не обеспеченные какой-либо инфраструктурой. После представления прокуратуры Благовещенска администрация города предоставила гражданке на дел с необходимой инфраструктурой. Право собственности уже зарегистрировано. Большинству из них приходится годами по 6-7 лет ожидать обещанной сотки. А в итоге получают землю на болотах, пустырях, без намека на наличие инфраструктуры. Это дорог, теплоснабжение, водоснабжение, электричество. А наличие шаговой доступности социальных объектов, больниц, школ, детских садов также не приходится говорить. Создается такая ситуация, когда дети вырастают и потребность уже в этом земельном участке, который дается для строительства жилого дома, уже отпадает по сути. С начала реализации закона в реестры включено 2406 амурских семей, из которых земельные участки получили лишь 57%. Без наделов остаются жители Белогорска, Зеи, Свободного, Тынды, Шимановска. В этих городах вопрос с предоставлением гражданам земельных сертификатов не решался. Главы муниципалитетов внесли представление. Вопрос остается на контроле прокуратуры области. В Магдагачах водоснабжение вернулось в два дома из трех. 12 декабря там перемерз трубопровод. По факту коммунальной аварии прокуратура начала проверку. Частично водоснабжение восстановлено. В два многоквартирных дома водоснабжение предоставляется должным образом. Вместе с тем жильцам третьего многоквартирного дома услуга по-прежнему не предоставляется. Прокуратура организована проверка. Дается оценка ресурсоснабжающей организации и действиям главы администрации поселка Магдагачи. В настоящее время внесено представление в ресурсоснабжающую организацию. В администрации Магдагачинского района пояснили. Жильцам дома, где водоснабжение еще не подключено, подвоз воды организован по мере необходимости, так как рядом расположена водоразборная колонка. Коммунальщики продолжают вести аварийно-восстановительные работы. «Спускники воду спускают, где оттаяли. Как бы такого сильно такого ничего нету. Водоводство привозит, кто много набирает воду. А так рядышком у них колонка метров 50 питьевой воды, которую частный сектор набирает». Эта коммунальная авария в Магдагачах не первая. В феврале этого года без воды осталась районная больница. После прокурорской проверки было установлено, что ресурсно-оснабжающая организация не в полной мере выполняла обязанности по содержанию участка водопроводной сети и ее своевременному ремонту. Недалеко от Благовещенска, в Белогорье, открылась горнолыжная база. Ее уже оценили по достоинству спортсмены, большинство из которых ранее выезжали на тренировки в облуче Еврейской автономной области. Амурская горнолыжка включает две трассы, подъемник, прокат инвентаря, теплое кафе, туалетные комнаты. В помощь любителям покататься на лыжах – профессиональные инструкторы. И это только первый этап строительства объекта. Подробнее Екатерина Талалай. Скатиться с ветерком на горных лыжах со специально оборудованной трассой. О таком еще несколько лет назад амурские спортсмены только могли мечтать. Ближайшие подобные базы возле тынды и облучья. Это находится всего в 25 километрах от Благовещенска, в селе Белогорье. Приехали мы с села Ивановки покататься на лыжах горных. То есть любители заниматься спортом и проводить на свежем воздухе. Любим лыжи. Инструктура хорошая, что близко можно подъехать. Расстояние от нас, допустим, от Ивановки, чем ехать на облуче куда-то. Ну подъемник, да, все это есть хорошо. Погреться, покушать, ну все, все условия как бы созданы. На выбор лыжников две трассы на 400 и 900 метров. Перепад высот 130 метров. Есть подъемник, кафе, туалет и прокат инвентаря. В помощь желающим порядка 10 инструкторов как по лыжам, так и по сноуборду. Могут безопасно, быстро и по единой методике, что самое важное, научить кататься на лыжах. Это касается не только даже новичков, а тех, кто уже катается и хочет повысить свой уровень мастерства. В Белогории горнолыжный центр начали строить в 2018 году. Это совместный проект с трех сторон. Частного инвестора, общественной организации «Амурский спорт» и правительства области. Региональные власти помогли земельным участкам, проведением электричества, а также передали сюда подъемник и оборудование, которое проставило в селе Наталина Благовещевского района. Сейчас мы видим, что идет работа по подготовке подъездных путей, стоянок. Поэтому правительство Амурской области заинтересовано, во-первых, в этом объекте. Во-первых, это для привлечения жителей Амурской области к систематическим занятиям спорта. Во-вторых, еще раз, для развития внутреннего туризма. В планах в ближайшие годы построить в этом месте полноценный горнолыжный центр с возможностью проживания. Возвести здесь 24 коттеджа, две гостиницы, эконом-класса и более высокого уровня. А также на этой базе организовать детскую спортивную школу. Екатерина Талалай, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Изюбрь и 8 косоль, разделанные туши животных, обнаружили инспекторы регионального управления по охране животного мира. Специалисты задержали браконьеров в Архаринском районе около Могилевки. Злоумышленники попали с 10 декабря в 18.30. Они без оружия вывозили ранее добытое мясо. Как только на место подъехала полиция, нарушители скрылись. Добыча и транспорт браконьеров изъяты. Ведутся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота». В окрестностях Циолковского обнаружена африканская чума свиней. Три туши животных нашли местные жители. Амурчане сообщили о находке в региональное управление ветеринарии. Вирус АЧС подтвердили лабораторные исследования. В очаге заболевания проведены все необходимые в таких случаях мероприятия. Угрожаемая зона по АЧС определена в радиусе 20 километров. Но населенные пункты в нее не попали, сообщили специалисты профильного ведомства. В 20-х числах ноября карантин был снят в Благовещенском, Завитинском, Архаринском, Шимановском районах. Без домашнего задания оценок портал образовательных услуг Амурской области подвергся атаке хакеров. Из-за этого в региональной информационной системе произошли сбои. Родители амурских школьников жалуются на невозможность зайти в систему, посмотреть учебные задания и оценки детей. По данным Министерства цифрового развития и связи Амурской области, образовательная платформа подверглась атаке хакеров. Нападение касается только самого канала связи, но не сведений в нем, они защищены. Вмешательства в работу сервиса начались 9 декабря, однако они были успешно отражены специалистами Центра информационных технологий. На следующий день злоумышленники изменили тактику, увеличили мощность торжений, после чего у амурских родителей появились трудности со входом в региональную информационную систему. В данное время эксперты делают все возможное, чтобы восстановить программу и сделать ее доступной для пользователей уже на этой неделе. В Благовещенском городском суде состоялось необычное заседание. Его участниками стали студенты юридического факультета АМГУ и амурские школьники. В рамках проекта «Вектор справедливости» для ребят провели деловую игру «Судебный процесс». Подробности в следующем материале. Вы не разрешаете, чтобы ваш интерес в судебном заседании защищал облака, зверя, от вести населения? Ваша честь, я возражений никаких не имею. По легенде, в зале заседания Благовещенского городского суда на скамье подсудимых оказался обвиняемый, который совершил кражу велосипеда, припаркованного возле супермаркета. Согласно материалам уголовного дела, еще через три дня злоумышленник воспользовался доверчивостью горожанки. Предложил помочь донести сумки с продуктами до подъезда, в итоге украл 4000 рублей. Эпизоды по 158-й уголовной статье реконструировали студенты-второкурсники ЮРФА Каамгу на деловой игре «Судебный процесс». Зрителями стали не только ребята, присутствующие в зале, но и школьники со всего Преамурья, всего 200 человек. Они наблюдали за процессом в режиме онлайн. Организатором постановочного процесса выступил Совет молодых юристов при региональном отделении Ассоциация юристов России. Мы будем здесь тренировать навыки и умения, знания наших студентов юридического факультета об уголовном судопроизводстве и рассмотрении в суде первой инстанции. Плюс они еще также будут знать уже права и обязанности сторон. Кроме того, поскольку у нас являются школьники общеобразовательных школ зрителями, они также смогут полученные знания во время открытых уроков, которые также были у них проведены, закрепить на практике. Кроме самой игры, студенты и школьники смогли пообщаться с председателем Благовещенского горсуда Александром Першиным. Он не только рассказал о тонкостях работы в ведомстве, но и пригласил будущих юристов на работу. Мы для этого все и делаем, чтобы они как можно больше обратились к судебной системе и пошли работать именно в судебную систему. На сегодняшний момент мы начинаем проводить те мероприятия, которые связаны, заинтересовать их работать в судебной системе. У нас много начинающих ступеней до судьи, начиная с секретаря судебного заседания и верх судебной системы в суде. Кстати, в апреле следующего года Совет молодых юристов вновь планирует организовать судебный процесс для студентов. В этот раз будет реализован проект «Остров честности». Главной составляющей будущего слушания будет профилактика борьбы с коррупцией. Ольга Сысой, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Ангелина Сафронова представила Амурскую область в Грозном. Этнопевица презентовала культуру и венков. Кроме этого, амурчане впервые приняли участие во Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек. Он состоялся в Ханты-Мансийске. О самых ярких культурных проектах, реализованных в этом году в сфере национальной политики, и о планах по сохранению этнических культур, рассказали на пресс-конференции в правительстве региона. В роли новогодних персонажей выступили Руслан Валеев и Ангелина Сафронова, которая заняла третье место в номинации «Эстрадный номер». Амурчанка представила на конкурс новогоднюю авторскую песню на эвенкийском языке. Кроме этого, при Амуре представили на Всероссийском конкурсе народного творчества и ремесла «Многоликая Россия», который прошел в Грозном. Отбор туда отметили на пресс-конференции, был сложным. Заявки приходили со всей России, однако участие приняли лишь 17 регионов. Жительница Амурской области Ангелина Сафронова заняла второе место. Еще одним интересным проектом, который удалось реализовать в Амурской области, стала выставка «Северный узор». В этом году она с успехом проехала по всей территории Амурской области. И больше трех тысяч школьников ее увидели. Я думаю, это замечательный образовательный проект, потому что не все дети в той же Ивановке, в той же Томбовке, они вообще не знают, где эвенки у нас находятся. На пресс-конференции рассказали, уже три года в Преамуре Министерство культуры и национальной политики проводит конкурс грантов для поддержки некоммерческих организаций, в том числе реализующих национальные проекты. Интересный проект Азербайджанского национально-культурного объединения «Арас». Они открыли воскресную школу для детей, ну и взрослых в том числе, которые желают обучаться азербайджанскому языку. Для взрослых это в первую очередь актуально, потому что межнациональные браки у нас существуют и только за подобные вещи. И если муж или жена хотят обучиться родному языку своей второй половины, они предоставляют. Ну и плюс детки, азербайджанские дети, чтобы они тоже не забывали свой родной язык, они туда ходят, получают знания по азербайджанскому языку. В конце этого года в области состоится восьмая международная олимпиада по языку и культуре и венков России «Араченок Китая» Турен-2021, а также заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Амурской области. Ольга Сосой, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Житель Благовещенское вместе со своими питомцами аляскинскими маламутами готовятся к необычным соревнованиям. В начале января он и его команда из восьми ездовых собак примут участие в этапной гонке и проедут через национальные села, которые находятся между Хабаровском и Комсомольском на Амуре. На тренировки побывала съемочная группа Амурского областного. Давай их ловить, они сейчас все выпрыгнут. Лови двоечку. Они сейчас выпрыгнут, все будут рады. Пошли, пошли. Четвероногой команде не терпится в бой, потому что аляскинские маламуты не могут без ежедневных пробежек. Это очень выносливые, контактные и умные собаки. Лучших по сообразительности ставят во главу упряжки. Завершают группу самые мощные. Сзади собаки, когда бегут, они несут основную тяговую работу. То есть средние собаки – это среднюю работу. Передние собаки, они задают темп. В принципе, у них и правейший поводок даже. А у задних всегда натянутый поводок. Во-первых, в гору они тянут больше. То есть задние четыре собаки, они как бы ведущие. Больше всего на них приходится. Поэтому туда ставлю таких мощных атлетов. В первой паре – броня и байкал. В последней – рэй и рада. Кстати, почти все в этой восьмерке – родственники. Щенки из одного помета. Самая старшая в команде – их мама, шестилетняя Дикси. С нее и началась любовь к аляскинским маламутам, поясняет благовещеский каюр. Мы сейчас готовимся к гонке Амуре. Эта гонка состоится из Хабаровска. 4 января мы пойдем с Хабаровска до Комсомольска на Амуре. Она продлится около девяти дней. То есть шесть этапов у нас будет. И вот как раз мы два каюра с Амурской области. Владимир Шаронов, он с Белогория на Амурских лайках пойдет. А я пойду на Аляскинских маламутах. До Хабаровска доберутся на машинах. Стартуют с набережной. Гонка будет поэтапной. В первый день упряжки в сопровождении снегоходов преодолеют 25 километров до села Мичуринское. После отдыха и ночевки до села Сикачи-Алян каюры со своими собаками пройдут уже 50 километров. И это нормально для ездовых пород. Пользу от таких тренировок получают не только собаки, но и их хозяева. Свежий воздух, физическая активность хорошо сказываются на здоровье тех, кто завел себя четверногого друга породы маламут. За одну такую прогулку упряжка преодолевает минимум 10 километров. Помогает каюру на тренировках студентка Амурского аграрного колледжа и выпускница будущего года Екатерина Галенкова. Во втором семестре она будет писать диплом по направлению ездовой спорт. Мне просто нравится этим заниматься. И я уже с Владимиром 8 месяцев помогаю ему с собаками. И вообще мы проходили практику у Владимира в питомнике. Цель дипломной работы будущего кинолога – рассказать об особенностях дрессуры ездовых собак. Задача гонки, в подготовке к которой она участвует, напомнить жителям национальных сел об их культуре и в частности традиционном собаководстве. Екатерина Талалай, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. На этом выпуск завершен. Развитие событий смотрите в следующих выпусках новостей на Амурском областном. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин